Здравствуйте, ребята! Сегодня очередь мое занятие для внутреннего сгорания. Как мы знаем, термодинамику закончили в прошлом году. В июне месяце с вами закончили. В связи с пандемией что с вами заниматься? Сегодня восьмая тема. Тема называется «Колазатели двигателя и его рабочего цикла». Вы знаете, что такое двигатель. Двигатель, как вам известно, это такое устройство, которое превращает тепловую энергию, которая получена в результате сгорания такой воздушной смеси, в механическую энергию. Какие показатели? Вот сейчас мы сегодня рассмотрим показатели двигателя и его рабочего цикла. Следующие вопросы, которые мы будем изучать. Первый вопрос – индикаторные показатели. Второй вопрос – механические потери. И третий вопрос – эффективные показатели. Здравствуйте! Вот только звук включил. Индикаторные показатели, механические потери, среднеэффективное давление, механический коэффициент полезного действия, эффективная мощность, эффективный коэффициент полезного действия, эффективный удельный расход. Первый вопрос – это индикаторные показатели. Что это означает? Что означают индикаторные показатели? Индикаторные показатели характеризуют действительные циклы, которые осуществляются в цилиндрах МВС. Эти показатели определяются в результате третий вопросового расчета. Это расчетным путем. Вы, наверное, уже начали курсовое выполнение КСУ проекта, значит, тепловые расчеты должны были начать. Значит, эти показатели определяются в результате этих расчетов, тепловых расчетов, и в результате непосредственного испытания на стенде. Значит, там стенд оборудован специальными датчиками. Вообще, это, когда мы получаем показатели, это внутри цилиндра. Значит, для нас главным является давление внутри цилиндра. Значит, с курса термодинамики следует, что площадь фигуры, координата ПВ-координата, то, значит, координаты – это давление, а по оси координат давления по аксисе – это объем. Значит, это ограниченное вот этими пивыми, начиная, значит, здесь с точки А. Точка А – это давление в конце пуска в цилиндр свежего заряда. Дальше сжатие начинается, значит, заканчивается процесс сжатия в точке С. Точка С со штрихом – это означает здесь для дизеля начало впрыска топлива, для двигателя со скорым зажиганием здесь подается в точке С со штрихом подается искра. Значит, после этого, значит, давление внутри цилиндра повышается до значения Z. Здесь, обратите внимание, слева – это индикаторная работа действительного цикла для дизеля, слева, а справа – это индикаторные показатели, индикаторная работа двигателя со скорым зажиганием. Это может быть или бензиновый двигатель, или дизельная работа на газе. Если здесь вопросов нет, идем дальше. Значит, у нас есть, вернее, здесь ограниченная штриховыми линиями площадь, площадь, значит, для нас означает работа цикла, вернее, индикаторная работа цикла. А ту работу вот кривую можно превратить в четырехугольный вид. Площадь одинаковая. Поэтому у нас получается, значит, индикаторная работа L-цикла. Дальше. Значит, индикаторную работу действительного цикла получаем, которую мы получаем с единицы рабочего объема цилиндра. И, которая имеет размерность давления, мы называем средним индикаторным давлением цикла. И определяем вот в этой формуле. Значит, это L-ит равняется L-ит, деленное на объем одного цилиндра. Рабочий оперный и рабочий объем одного цилиндра. Значит, мы получаем среднее индикаторное давление. Вообще, если двигатель наш работает на полной нагрузке, на полную нагрузку, да, для различных двигателей среднее индикаторное давление принимает следующие значения. Значит, для четырехтактных бензиновых двигателей 0,6 до 0,4 мегапаскалей. Для четырехтактных бензиновых двигателей, которые форсированы, значит, получается давление чуть выше. Значит, это будет 1,6 мегапаскалей. Для четырехтактных бензиновых двигателей, без наддува, это величина 0,7 до 1,1 мегапаскалей. Для дизеля и четырехтактных с наддувом до 2,2 мегапаскалей. Значит, дальше, значит, мы должны определить индикаторную мощность. Индикаторную мощность, значит, самого двигателя, значит, как вы знаете, любой двигатель имеет минимум хотя бы трех цилиндров и может быть больше. Четырех, обычно четырехцилиндровый, шестицилиндровый и так далее. Значит, для какого-то действия если определяем индикаторную мощность, мы используем вот следующую форму. Значит, здесь в числителе это, значит, индикаторная работа, которую умножаем на номинальную частоту вращения количества вала и умножаем на числитель. Делим на третий Тау. Здесь Тау означает, как нам известно, это означает, что это тактность двигателя. Как вы знаете, двигатели бывают или двухтактным, или четверть двухтактным. Ну, преобладающие четырехтарные двигатели. Из формулы видно, что мощность, индикаторная мощность для двухтактного двигателя, получается, при одинаково стальных размерах, получается, двухтактный двигатель имеет примерно мощность в два раза больше. Далее, значит, мы должны определить индикаторный КПД нашего двигателя. Значит, индикаторный КПД определяется, произведение индикаторная мощность делим на здесь часовой расход топлива. H это, как вам известно, что это низшая температурная способность топлива. Дальше получается. Значит, для двигателя, значит, автомобилев и тракторных двигателей, которые работают на номинальном режиме, величина индикаторного КПД составляет, значит, следующее значение. Значит, для двигателя с электронов плюс топлива, значит, 0,35 0,45. Для обычных карбюраторных двигателей 0,30 до 0,40. Для дизелей 0,40 0,50. Для газовых двигателей 0,28 0,35. Дальше мы сравниваем двигателей по экономичности мы производим сравнительную оценку. Одинаковые виды топлива мы введем понятие удельный индикаторный расход топлива. Удельный индикаторный расход топлива выделяется, значит, здесь знаменатель мощности двигателя, числитель, часовой расход топлива. Таким образом мы получим для любого двигателя удельный индикаторный расход топлива. Значит, удельный индикаторный расход топлива на номинальном режиме составляет следующее значение. Для двигателей с электронного впрыска топлива 180 200 граммов на выработанную энергию равную 1 кВт час механической энергии. Для компюраторных двигателей 210 275 граммов на производенную работу. Для дизелей 170 210 грамм кВт час. Здравствуйте, извиняюсь, что сказал. Казовый двигатель здесь производится не в граммах, объем вообще газ в мегаджоулях, значит, 2,5-12 мегаджоулей в выработке 1 киловатт час механической энергии. Значит, вот эти значения, вот, что мы с вами рассмотрели, это индикаторные показатели, на что добавлю. Следующий вопрос это механические потери. когда получается цилиндр индикаторная работа, часть энергии, вот этот час энергии вообще теряется в самом двигателе внутреннего возгорания, которое теряется на преодоление различных сопротивлений, для обеспечения внутренних потребностей на основное потребление нуждей. Эти энергии, называемые, которые обычно называют внутренними или механическими, складываются из работы на преодоление сил трения в узлах и механизмах, на осуществление газообмена, потому что газообмен, как вы знаете, в действительном цикле, в отличие от термодинамического, обязательно у нас существует уталкивание от работающих газов, тоже расходуется энергия, а для впуска свежего заряда опять расходуется энергия. Далее, значит, привод вспомогательных механизмов, значит, это насос, жидкостный насос, масляный насос, топливный насос, значит, когда механический привод топливный насос, сейчас современные автомобили имеют электропривод, на привод вентилятора, воздушный компрессор, если наш двигатель имеет надувку, и так далее. В общем случае механические потери складываются из следующего, значит, это давление, которое мы теряем, это расход на трение, привод вспомогательных механизмов, расход на существительные газообмены, на привод вентилятора и на привод компрессора. Здесь основной компонент, это двигатель без надува, значит, 70-70% теряется на трение, на трение между трущимися деталями, значит, основной из этих потерь, две трети приходят на трение поршней и поршневых колец, по стенке цилиндров, а на привод вспомогательных механизмов расходуется 10-15% энергии, на осуществление газообмена 15-20% и так далее, и так далее, да? Дальше, значит, далее, значит, мы пришли к третьему вопросу, значит, что здесь, какие показатели, значит, третий вопрос, это эффективные показатели, показатели, что такое эффективные показатели? Показатели ДВС, которые получаются на выходном конце коленчатого вала, называются эффективными, то есть, мы внутри цилиндра имели индикаторные показатели, потом дальше до выходного конца коленчатого вала мы теряем часть энергии на преодолении различных сопротивлений, и в итоге после потерь этих механических мы получаем эффективные показатели. Значит, для нас важным является среднеэффективное давление ПЕ. Значит, это есть отношение эффективной работы на вала двигателя к единице рабочего объема цилиндра. Значит, в расчетах мы по следующему положению. П эффективное равняется по индикаторное минус по механическое. Значение среднего эффективного давления при номинальной нагрузке изменяются в следующих пределах. Для четырехтактных карбюраторных двигателей от 0,6 до 1,1 мегапаскалей. Для четырехтактных двигателей форсированных карбюраторных двигателей для двигателей с электронным впрыском это до 1,3 мегапаскалей. Следующее, значит, четырехтактные дизели без наддува имеют среднеэффективное давление 0,65 0,85 мегапаскалей. Четырехтактные двигатели с наддувом до 2 мегапаскалей. Даже больше, чем газа. Далее, для двухтактных быстрохладных дизелей 0,4 0,75 мегапаскалей. Для газовых двигателей 0,5 0,75 мегапаскалей. Дальше, значит, отношение среднего эффективного давления к индикаторному давлению называется механический коэффициент полезного действия. коэффициент определяется по этой формуле или по этой. Это есть механический коэффициент. Механический коэффициент различных двигателей, работающих на номинальном режиме, изменяются в следующих пределах. Для бензиновых двигателей 0,75 0,90 2 4 тактных дизелей без наддува 0,70 0,82 4 тактных дизелей с наддувом 0,80 0,90 2 тактных быстроходных дизелей 0,70 0,82 0,85 газовых двигателей тоже примерно 0,75 0,85 0,85 0,85 Далее, прежняя работа, которая получается на валу двигателя в единицу времени, называется эффективной мощностью, обозначает эффективная мощность, то есть индикаторная мощность двигателя, умножаем на механическую, получаем эффективную мощность нашего двигателя. Вот по этому выражению мы определяем. Далее, связь между эффективным и механическим КПД двигателем определяется в следующем выражении. КПД эффективная есть КПД, умножаем на КПД, механическая значение эффективного КПД при номинальном режиме приведены ниже. Значит, эффективные КПД. Бензиновых двигателей 0,25-0,38. Для дизеля без наддува 0,35-0,42. Для дизеля с наддувом 0,23-0,30. Для газовых двигателей 0,38-0,45. Вот в этих пределах есть значение эффективной КПД. Далее, значит, опять-таки, для сравнения мы должны знать эффективный удельный расход. Далее, значит, для получения 1 кВт часа механической энергии в конце количества увала, для единицы работы мы расходуем определенное количество топлива. в формуле. Значит, для современных автомобильных и тракторных двигателей эффективные удельные расходы и номинальные нагрузки имеют следующее значение. Для карбюраторных двигателей, значит, это 230-310 граммов на произведенный 1 кВт час механической энергии. Для двигателей с электронным в плеском топлива 200-290 граммов на выработанный 1 кВт час механической энергии. Для дизелей с неразделенными камерами, значит, у вас насход примерно от 200 до 235 граммов на каждый кВт час механической энергии. Для вихрекамерных и предкамерных дизелей 220-260 граммов на кВт час механической энергии. И для газовых двигателей 12-17 мегажолей на подведенную работу. Значит, спасибо за внимание. Если какие-то вопросы, пожалуйста, я к вашим услугам. Наверное, микрофон вы сами будете включать. Активнее, пожалуйста, ребята. Ну, все понятно, у меня вопросов нет. Как вам известно, мы выложили на платформу ваши задания на курсы новый проект. Значит, какие-то вопросы будут, прошу обращаться. Сначала вы выполняете тепловый расчет двигателя. Значит, у ваших двигателей или у вас дизель, или у вас бензиновый двигатель. Два варианта. У нас два варианта двигателя. И все задания, какие-то вопросы по организации. Можете обратиться. Значит, Качкаров, можно вопрос повторить, да? Вопрос был у вас? Вам спрашивали, когда вы дадите темы для самостоятельных? А, для самостоятельных? Ну, значит, в течение, значит, до четверга. Устраивает? Да, устраивает. Значит, первая работа будет до четверга, вторая работа... Ну, обе работы у нас получится до четверга. Значит, следующая неделя у нас намечается, да, Павелок? Первого промежуточника. Да. Так. Может быть, даже сегодня. Постараюсь. Почаще заглядывайте на платформу. Еще какие-то вопросы? Значит, как вам известно, вот самостоятельную работу выбираете вы сами, как всегда, сами. Но там жестко, ограничений нет по номеру, поэтому вы сами выбирайте понравившуюся вам тему. Хорошо. Угу. Деменева, да? Да. Как насчет курсового проекта? Где вы сейчас находитесь? Я дома. Ну, вот осталось график. Нет. В смысле? В смысле работы. В смысле работы. А, ну вот температуру, график построить надо будет. Ага. Да, вот то, что по температуре определять внутреннюю энергию. Это имеете в виду? Да, внутренняя энергия. Внутренняя энергия. Ничего, нормально. Все идет по специально по графику идёт, нормально. Учились бы, было бы легче делать курсовую. Я говорю, учились бы, было бы легче. А, может быть, сейчас вам задали, спрашивают же вас сейчас, желаете ли учиться по традиционной форме? Вы должны были своё мнение. Да, сделали. Сделали, да? Угу. Хотим учиться традиционно? Хотим, конечно. Мы тоже хотим, чтобы вы учились традиционно. Самый, по-моему, лучший вариант – это в аудитории. Будем ждать. Скоро, наверное, пригласят вас. Это было бы хорошо. Будем надеяться. Тоже, может, если не боитесь, можете подойти на камеру. Мы, где находимся, вы, наверное, знаете. Вот можете подойти. Со всеми вопросами можете подойти. Вдруг, через... А вы, как вы будете? Можете непосредственно подойти на график. На график консультации есть у нас. С 10 утра для вас до 12 часов. Угу. Хорошо. Пожалуйста. По теме нет вопросов, да? Значит, это, ну, наверное, это не так сложная тема, не такая, наверное, понятна должна была быть. Пожалуйста, вопросы. Ужispамogen, вероятно. Удачи. Есть выбора поз忘ать. Пожалуйста, снять пользу ость. Угу. Главное, posso. Угу. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если какие-то вопросы, значит это видео будет... Ссылка есть... Каждая тема будет записана. Можете оставлять там также вопросы. Через телеграмм можете оставлять какие-то вопросы. Значит, если вопросов нет, мы завершаем наше занятие и мы с вами прощаемся до следующего занятия. Спасибо за внимание. Вам тоже спасибо. Большое спасибо. Рахмат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...